Курилы «oon-one-on-one-off» Дерании Курилы Расскопки старинных улиц ведутся в самом центре современного курорта. Всей стране известно нынешнее его имя, Анапа. Уже в конце прошлого столетия замечательные свойства местного климата обратили на себя внимание медиков. Правда, тогда в Анапу за год приезжало не больше отдыхающих, чем теперь за один обычный летний день. Анапчане не удивляются, привыкли. Ведь за их городом прочно закрепилось звание всесоюзной детской здравницы. Город лежит у подножия большого кавказского хребта на мысе, далеко выдающемся в теплой заливе. Тут прямо как в сказке. В какую из трех сторон не пойдешь, обязательно выйдешь к морю. Дотошные синоптики подсчитали, что в Анапе летом самое щедрое солнце на всем черноморском побережье Крыма и Кавказа. Больше всего часов солнечного сияния. Одна из особенностей города – множество сюрпризов для ребят. Вот хоть этот сказочный городок, создаваемый грузинскими зодчими. Автор одной из первых брошюр, посвященных Анапе, писал в начале века. «На черном море будет оценено по достоинству большой публикой, сделается первоклассным морским курортом, и именно курортом преимущественно детским». Человек этот не ошибся. Но, конечно, он не знал, что подлинной датой рождения курорта, как и многих других, станет 1919 год, когда Владимиром Ильичом Лениным будет подписан декрет о лечебных местностях общегосударственного значения. А через полвека Анапа обретет широчайшую добрую славу. Здесь лечат органы дыхания, кровообращения, некоторые другие заболевания. В выборе средств лечения врачи почти не ограничены. Применяются различные формы ингаляции, электроводолечения, массаж и лечение ионизированным воздухом. В сущности, все это стало для нас привычным, само собой разумеющимся. Нынешних ребят не очень-то удивишь даже такими с фантазией оформленными интерьерами. Но что они наверняка воспринимают с благодарностью, так это фантазию в поисках форм общения с ними. Ребят здесь понимают. Знают, что маленькие люди склонны больше доверять не взрослым, пусть даже таким ласковым и добрым, а своим сверстникам. Десятилетние Айболиты. КОНЕЦ 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 Знаменитый Анапский пляж. Целебный кварцевый золотой песок образует 40-километровую полосу огромной шириной до 400 метров. Почти весь пляж отдан детям. Им здесь вообще принадлежит все лучшее. И в первую очередь творческие силы, энтузиазм, труд, множество людей. Лучшие архитекторы придумывают для них удивительную, единственную в своем роде улицу, Пионерский проспект, который свяжет все семь десятков детских лагерей в стройные ансамбры. Изо дня в день, из года в год, люди сотен профессий помогают ребятне набираться сил и здоровья. Давно уже славятся своим искусством анапские виноградари. В одном только совхозе имени Ленина звание Героя Социалистического Труда заслужили больше 30 человек. Хорошие урожаи дает земля овощеводам окрестных хозяйств. Она открывает все новые богатства разведчикам месторождений минеральной воды Настоящих мастеров своего дела встретившего поточной линии в цехе молочного завода и на удивительных подводных плантациях экспериментального устричного хозяйства неподалеку от Анапы. Счастливым мальчишкам и девчонкам с Пионерского проспекта не случится узнать большинства из этих людей. Но как знать? Может, не таким щедрым, казалось бы, им солнце? И не были бы столь щедрыми и море, и земля, не будь самоотверженного, неброского труда рыбаков и строителей, врачей и хлеборобов, не будь их энергией и постоянной душевной щедрости. Ну и уж, конечно, не появиться бы этим чудесам кулинарного искусства, только что получившим пятерки у строгих и разборчивых юных дегустаторов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Во все концы страны увезут они благодарную память. Кому-то особенно запомнится этот закат и пионерский салют в честь героев войны. Они запомнят и этот вечный огонь, и то, как свято хранит город память об освободителях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! И о зоопарке, да не где-нибудь, а прямо в лагере. Субтитры подогнал «Симон»! Или с гордостью будут показывать сделанную собственными руками игрушку, которая удостоилась высокой чести, попала на традиционную городскую выставку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну, а кому-то больше всего придутся по душе самодеятельные концерты, фестивали, праздники. Тут, надо сказать, между лагерями целые соревнования. Субтитры подогнал «Симон»! КОНЕЦ 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 Лето в Анапе. Там было весело и здорово. Это останется в душе каждого, кто побывал здесь, в городе щедрого солнца и добрых сердец. В городе, где каждый год – это год ребенка. Реклама КОНЕЦ КОНЕЦ